Сегодня я буду резиновые втулки стабилизатора передней менять и покажу как правильно ставить. А то сын мой ездил в Европу и там резиновые втулки поменяли и неправильно поставили. Не знаю как они там сделали хуже, что они скрипят, тарахтят. Вот сейчас я покажу, сниму стабилизатор. Вот только вчера я приехал и вот говорит, что какой-то звук был, он перепугался, заехал на сервис во Франции и сказали там стабилизатор втулки менять надо. Ну да, не надо было меня там, но он мой мог доехать без проблем, но вот поставили они видимо неправильно. Смотрите что получается, слышите, 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 я стабилизатор отсоединил и с той стороны тоже, слышите, у нас неправильно поставили, понимаете. Сейчас придется смотреть, в чем дело, конечно интересно мне очень, даже на работу не поехал. Клиент там денег нету сейчас, блядь. Так, залазим сюда. Так, вот тут темновато, блядь. Так, вот один болт. И вот второй болт стабилизатор. Поперечный вот этот. Так, сейчас мы будем его откручивать. Вставляем, сейчас будем откручивать. Может, блядь, слабо закрутили. Сейчас проверим. Да нет, вроде бы хорошо, блядь. Сейчас залезем туда дальше. Поставили, видите, саленблок. Резиновую, то есть, втулку. А тут как? И тут тоже самое, видите. И правильно, шов должен быть. Сейчас вам покажу. Шов должен внутри быть. Обязательно смотрите, что внутри было, е-мое. Конечно, он будет скрипеть, е-мое. Это он уже на разворот тянет, блядь. Вот, су-чар, блядь. И вот она и за это, смотрите. Видите? Звук. Сейчас мы его перекинем. Так, но гуд. Там, с той стороны, ключ на 15, ребят. Если там, кому интересно. Видите, скрипит, как она, блядь. Да он ехал ко мне, заезжал во двор, я уже дома сидел и слышал, блядь, что-то он кричит весь. Там до друзей поехал, блядь. И... Друзья там знакомые, блядь, поехали. Поменяли, наверное. Оно должно вот так стоять. Смотрите, здесь ровненько должен быть. А здесь такая выемка внутри. Оно стояло неправильно. Вот так должен стоять он. Вот так он должен стоять. Тут, видите, неправильно. Эта резинка, шов, должен внутри быть. Он здесь, за это он, блядь, скрипит, ходит. Он, его недостаточно зажимает. Получается. Да. Вот он берет вот такой. Видите, там шов, прорез. Кстати, самое легко здесь, блядь, одевать. Ну, стабилизатор не надо снимать, я просто хотел показать вам, как она скрипит, чтобы вы не думали на стабилизатор. Понимаете? Так. Что там болты, блядь? Вот так. Сейчас закручиваем. С этой стороны. Сейчас, видите, правильно, шов внутри. Вот здесь, внутри. Вот здесь, внутри. Вот здесь. Сейчас покажу. Видите, шов там. А не здесь. Здесь не должен быть. Он там, спрятан должен быть. Тогда он зажимает его хорошо, понимаете? Тут, тут. Неправильно. Ну, блядь. Ну, они думали, можно и так, и так. Конечно, если так посмотришь, можно и так, и так поставить. Но, на самом деле, он должен внутри стоять. Шов. Шов должен назад смотреть автомобиля. А не вниз, блядь. Так. Сейчас это буду откручивать. Так. Заебись. Так. Заебись. Так. Заебись. Тых. Тых. Какая уйка。 Тых. Тых. unas. Вот так должен быть, вот так, вот так должен быть, правильно. Что еще, у меня сыни механики, я тоже не знал, не те же механики, ёптая мать, наверно, когда они открутили, не посмотрели, то есть чары для капец, оно было, ну, они друзья, ладно же, мать-то. Субтитры сделал DimaTorzok Видите, нет звука, все заебись, бля. Видите, все заебись, вот так правильно втулка. Стоит шов, там внутри спрятан должен быть соединение. Соединение, вы поняли меня? Неправильно поставите, будет проблема. Видите, не скрипит, бля. Сейчас я здесь тоже сделаю, нет звука, бля, вообще. Видите. Вот так и должно быть. Все, всем пока, у кого какие вопросы, пишите комментарии. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok